Добрый вечер! Это 36-я серия проекта «Намедни наша эра». Современность, успевшая стать историей. Сегодня 96-й год. Интернет, президентские выборы, золото Шлимана, заложники в Кизляре, Иванушки Интернешнл, олигархи, коробка из-под ксерокса, коровье бешенство, жигули десятка, аортокоронарное шунтирование, макарена. В российском эфире телемагазины с уютными названиями типа «Магазин на диване». Они предлагают зрителям совершать покупки, не выходя из дома. Звонишь по телефону, и тебе в течение трех дней доставляют замечательную, волшебную, крайне нужную в хозяйстве вещь, без которой просто непонятно, как обходились до сих пор. Необычные свойства привычных вещей. Чудо-швабры, противохраповые подушки, резиновые кровати, варежки для очистки мебели от собачьей шерсти. Как всякая новинка, емелины телемагазины пользуются огромным успехом у доверчивого населения. В Америке заказывают от силы 300 овощерезок в день. У нас они разлетаются со скоростью 1200 штук в сутки. 9 января 1996 года чеченские боевики с Салманом Радоевым во главе беспрепятственно проникают в дагестанский город Кизляр и захватывают заложников в родильном отделении местной больницы. В точности повторяется ситуация полугодовой давности, и у российских властей есть шанс реабилитироваться за провал операции в Буденновске. Однако новая антитеррористическая акция заканчивается для Москвы еще большим позором. Старейшины уговорили Радоева отпустить большинство заложников. Террористы покидают Кизляр, уводя с собой 165 человек, в том числе женщин и грудных детей. В поселке Первомайской чеченцы берут в плен бойцов новосибирского ОМОНа. Здесь отряд Радоева окружает федеральные войска. Операция считается тщательно подготовленной. Скажем, если 38 снайперов, то каждому снайперу определена цель, и он все время видит эту цель. Она цель перемещается, и он глазами, так сказать, перемещается. Постоянно, постоянно. Российские войска смогли взять Первомайское после трех дней боев. Главы ФСБ и МВД, Барсуков и Куликов, заявляют о победе над Радуевым и освобождении заложников. Через четыре дня на телеэкранах появляется сам Радуев. Он ушел из окружения, уведя с собой захваченных в Кизляре. Они сделали заявление, что мы всех, значит, якобы убили заложников. Мы сами сейчас были свидетелями. Я абсолютно их не принуждал. Вы просто могли бы без меня там встретиться. Вы, наверное, не встретились без меня. В Музее изобразительных искусств выставка «Золото Шлимана», обсуждаемая специалистами «Реституция», проблема перемещенных ценностей, взволновала всю страну. Огромный клад в прошлом веке на территории Турции раскопал археолог-любитель Генрих Шлиман. Сам он считал, что нашел золото Трои. Шлиман подарил сокровища Берлинскому музею. В 1945 году их вывезли в СССР и полвека тайно хранили в запасниках. Золото Шлимана – эмблема проблемы. При Хрущеве ГДР отдали три четверти вывезенного. Просто так. У Объединенной Германии готов список еще 200 тысяч произведений искусства. Россия считает впервые. И оказывается, что немцы вывезли 600 тысяч музейных экспонатов. Дума решает – ни дать, ни взять. И национализирует все трофеи. Ельцин накладывает вето. Парламент его преодолевает. Конституционный суд поправляет. Возвращать ценности нужно владельцам из стран-союзниц. А реституции спорит уже весь мир. Германия так ничего и не получает. Россия тоже. Волжский автозавод впервые за последние 9 лет запускает в производство новую модель – ВАЗ-2110. Десятку. Трудно сказать, что машина попала в самую десятку. От мировых новинок она отстала, стоит недешево. И, как часто это бывает с «Жигулями», ненадежно в эксплуатации. Десятка отвечает западным стандартам экономичности и экологичности. Но она не попадает в нишу машин для бедных, как старые «Лады». Она дороже, например, новой фольксвагеновской «Шкоды Фелиции». Стоит 12,5 тысяч долларов – значит претендовать на звание машины для среднего класса. В этом сегменте авторынка самая большая конкуренция. Модели такого уровня выпускают все мировые концерны. А у десятки – внутреннее устройство «восьмерки». Из-за странноватый силуэт шоферы называют ее беременной антилопой. Представить себе не мог, что такое возможно. Благодарю. Новая мода – ходить в новые кинотеатры, смотреть новое кино. В крупных городах один за другим открываются залы с западной системой проекции и звукосистемой долби. Билеты по-западному дорогие. В такие залы, как раньше в театры, ходят те, кого уже не устраивает просмотр фильма на видео. Российский прокат западных фильмов в таких кинотеатрах идет практически одновременно с мировым. Еще больше интерес вызывает наше новое кино. В народном стиле, снятые Александром Рогожкиным, особенности национальной охоты – первый шаг в сторону от Чернухи. Чего ужасаться русской пьянке? Лучше ею гордиться. Семенов! Семенов, водку приходишь? Водку? Водку. Буду. Ну, за дружбу. Водку хлещут военные и гражданские, наши и иностранцы, люди и звери. В герое Алексея Булдакова узнается модный политик генерал Александр Лебедь. Михалыч, да вы, блин, даете. Трезвый взгляд на Россию в кавказском пленнике Сергея Бодрова. История двух солдат. Бывалый контрактник, звезда Олег Меньшиков, и Салага, дебютант Сергей Бодров-младший. Принеси им воды. У них свинячая кровь. Горцы взяли их в плен, чтобы обменять на своего. Вневременная история из актуальной классики. Война на Кавказе не кончалась и не кончится. По теории марксизма-ленинизма, олигархия – это режим, при котором политическая власть в стране принадлежит узкой группе наиболее богатых лиц. По практике российского капитализма, 96-й год зари, зенита и заката отечественной олигархии. В феврале на экономическом форуме в Давосе по инициативе главы Лагаваза Бориса Березовского руководители российских финансово-промышленных групп решают поддержать избирательную кампанию Ельцина. Перед лицом коммунистического реванша конкуренты готовы действовать вместе. Их стараниями в руководство предвыборного штаба входит Чубайс. Считающийся лучшим управленцем, он в то время находится в опале. В марте президент Ельцин впервые принимает в Кремле главных капиталистов страны. Дом приемов Лагаваза на Новокузнецкой улице. Штаб русской олигархии 96-го года. Его еще называют клубом. Здесь проходили встречи, здесь принимались решения. Добрый день. Здрасте. Я Асахан. Клуб русских олигархов это 7 человек. Столько их было и на исторической встрече президента со своими спонсорами. В алфавитном порядке Борис Березовский, Владимир Виноградов, Владимир Гусинский, Владимир Потанин, Александр Смоленский, Михаил Ходорковский, Михаил Фридман. Самая яркая страница в недолгой истории всеми банкирщами, вершина единства олигархов и, видимо, самый блестящий прием в этом особняке, вечер после второго тура президентских выборов. Ельцин после инфаркта и здесь вместе со всеми дочь президента Татьяна Борисовна, супруга Наина Иосифовна. Как часто бывает, победители рассорятся после победы. Они не сумеют поделить между собой ее плоды. Ни поровну, ни по-братски. В 96-м году в воздух поднимается новый самолет конструкторского бюро имени Сухова. Истребитель Су-37. Это первая в мире машина, угол атаки которой не знает ограничений. Су-37 может летать даже хвостом вперед. Пока еще полностью не исследованы его возможности. Мы только чуть-чуть краешек коснулись тех возможностей, которыми этот самолет обладает. Акробатический номер Су-37 доступный только ему. Чакра Фролова. Резкое торможение и сальто назад на малой скорости. Новому истребителю вообще не надо закладывать виражи. Он просто остановится в воздухе и устремится к противнику по кратчайшей траектории. Вероятность победы Су-37 над базовым и еще не устаревшим Су-27 100 к 1. На авиасалоне в Лебурже модель получит первый приз в номинации «Военные самолеты». Первый успех российского коммерческого авиастроения. Деньги на опытный образец КБ имени Сухова заработало на своих азиатских заказах. Новую эру истребительной авиации обеспечили китайские и вьетнамские военные бюджеты. С 96-го года начинается открытое противостояние в Белоруссии президента Лукашенко и немногочисленной слабой оппозиции. При поддержке главы государства почти всем народом и подписании в Москве договора о сообществе Белоруссии и России. После подписания договора в Георгиевском зале Кремлевского дворца президенты выходят к народу, спускаясь по красному крыльцу на Соборную площадь. Для вязчей торжественности дату подписания даже объявили праздником – Днем Объединения Народов. Но контуры сообщества оказались неясными. Во всяком случае ни народы, ни страны не объединились. В Минске ничто не напоминает о московском благолепии. Оппозиция обвиняет Лукашенко в ущемлении суверенитета, с президентом враждует почти весь парламент, но уверенный в своей правоте Александр Григорьевич действует без оглядки на кого-либо. В ноябре он выносит на референдум изменения в Конституции и, собрав более 70% голосов, закрепляет за собой почти неограниченную власть. Мы начали еще 9 ноября. Избиратели сегодня проявили необычную для нынешних времен массовость. Я всегда говорил, что в нашем обществе есть политические авантюристы. Эти кадры обошли мир. Именно такое поведение Монити на празднике по случаю переизбрания сочли косвенным доказательством. К 96-му году перевернулась прежняя аптечная статистика. Теперь 20% лекарств отечественные и 80% иностранные. Врачам не нужно их выписывать. Рецепты при любой болезни дает телевизор. С экрана фармацевт Мария открывает секреты спасительного панадола, с ЛПДИН наносит боли ответный удар, а промокшие владельцы собак все пьют и пьют исцеляющий раствор аспирина у пса. Это вот импортный. А вот это отечественные. В домашних аптеках колдрексы и фервексы заменяют парацетамол. Лекарство от натурального доктора Мома, надоевший фурацелин. Наш аспирин уступает место старшему, от Байера. Употребляют внутрь не то, что доктор прописал, а что телевизор показал. И случается опоздание. Больному нужна срочная операция, а он глотает фирменные обезболивающие. Но западные лекарства дорогие, и завоевать сердца, желудки и головы главных покупателей аптек, российских пенсионеров, они не могут. Два крупных достижения российских силовых ведомств в Чечне. В апреле в результате ракетной атаки убит президент непризнанной Ичкерии Джохар Дудаев. А через месяц удается организовать блиц-визит в Чечню Бориса Ельцина. Ночной разговор по спутниковой связи оказывается для Дудаева роковым. Видимо, ракета наводилась на работающую антенну, хотя армия и спецслужбы скрывают подробности операции. Приехавшую в Москву делегацию возглавляет преемник Дудаева Гендарбеев. После встречи с Ельциным в первый день визита чеченцы ожидают продолжение переговоров. Наутро из выпусков новостей они с изумлением узнают – президент России улетел в Чечню. С византийским коварством, оставив своих гостей в Москве в положении фактических заложников, Ельцин перед выборами демонстрирует, что самая острая проблема внутренней политики решена. Он говорит солдатам – война окончилась, вы победили, вручает награды, на броне БТРа подписывает приказ о досрочной демобилизации отслуживших в горячих точках и тут же возвращается назад. Для подтверждения контроля над всей территорией России достаточно иблиц-визита. С 96-го года, 1-го апреля, хорошо смеется тот, кто успел к этому дню заплатить налоги. Налоговые декларации ввели еще в 93-м, но к ним тогда никто всерьез не отнесся. Теперь идет массированная пропагандистская кампания, поскольку зарплата по основному месту работы составляет едва ли половину совокупных доходов россиян. Налоговые органы указывают на особо злостных уклонистов – это эстрадные артисты и мелкооптовые рыночники. Привыкание к заполнению деклараций растянется на 2 года, к самим налогам не привыкнуть никогда. В доходах шоу-бизнеса и мелкооптовки особенно много черного нала, объясняет обер-мытарь Александр Починок. Поп-звезды требуют сосчитать тогда производственные расходы, на них уходят все гонорары. Торговцы протестуют меньше, их обязывают работать с кассовым аппаратом. Налоговики ловят физических лиц на работах по совместительству и продажах имущества, утверждают, что юридических лиц, заплативших все-все, почти не существует, и поощряют сигналы осведомителей. Вслед за разъяснениями, как правильно платить налоги, в прессе появляется разъяснение, как правильно от них убегать. Сколько угодно. Вас предупреждали, вас отраповали, вы все равно продолжаете. Мировое турне мировой поп-звезды впервые начинается в Москве. Просто как в одной из мировых столиц. Ни у музыканта, ни у его альбома нет ничего общего с Россией. В Кремле два концерта дает «Стинг». Бывший бунтарь, ныне респектабельный артист, исполняет хорошую буржуазную музыку. Аншлаги «Стингу» обеспечивает московский средний класс, взрослая публика на новых авто. Здешним слушателям незачем толкаться у гостиницы, где остановился «Стинг». Весь концерт они проводят сидя. Правительство Великобритании чистосердечно признает – на острове эпидемия коровьего губчатого энцефалита. Оказывается, эта болезнь, коровье бешенство, может через мясо передаваться людям, вызывая у них неизлечимую болезнь мозга. Европа в страшной панике. Запрет на поставки английской говядины вводят все страны экономического сообщества. Во Франции вдвое дешевеет вообще любая говядина. В Италии ее продажа сокращается на треть, в Германии – на две трети. В самой Англии, где от заразы умерло 8 человек, говядина дешевеет в 4 раза. Свинина и баранина дорожают в 3. Список жертв множится. Мгновенное разорение доводит до самоубийства 27 британских фермеров. Создается специальная служба психологической помощи отчаявшимся животноводам. Власти России опровергают предположение, что подешевевшее английское мясо, которое не едят в Европе, теперь везут к нам. Наши медики обнаружили опасный вирус еще 6 лет назад при поставке гуманитарной помощи. И ввоз английской говядины в Россию еще тогда был запрещен. В ресторанных меню, правда, указывают – мясо отечественное или новозеландское. Правительство Великобритании решается на крайнюю меру – забить всех буренок страны 11 миллионов, а туши сжечь. Но, оказывается, достаточно уничтожить коров, которые старше 2,5 лет. Это 40% поголовья. В 96-м выборы мэров российских столиц. В Москве Юрий Лужков побеждает с рекордным результатом – почти 90%. В Санкт-Петербурге Анатолий Собчак, вопреки прогнозам, проигрывает. Чувствуя свою непобедимость, Лужков заявляет – о действующем мэре горожане должны судить не по обещаниям на будущее, а по делам. И предвыборной кампании не ведет. Внятной оппозиции Лужкова в Москве нет. И если бы не покушение на кандидата в вице-мэры Шанцева, произошедшее за 9 дней до голосования, переизбрание было бы автоматическим. Я не исключаю того, что это может быть провокация. Анатолий Собчак, единственный в Питере политик федерального значения, видимо, тоже был уверен в победе. Но его соперник на выборах – не левый маргинал, как у Лужкова, а собственный заместитель – Владимир Яковлев. Петербуржцы не удовлетворены хозяйственной деятельностью мэра, а Яковлева называют «человеком с метлой». Во втором туре он набирает на полтора процента больше, чем Собчак. Я его оставляю на память. Россия молодая уходит в интернет. Название объединения компьютерных сетей школьники и студенты знают лучше, чем их родители. Вслед за Москвой в Ярославле и Новосибирске открываются городские и вузовские интернет-центры. По статьям и речам гуляет модное словечко «виртуальный». Первые полмиллиона российских пользователей интернета появляются почти мгновенно. Через два года их будет миллион. Интересы в сети сходные с мировыми. Информация, знания по специальности, переписка и общение, эротика, зарубежный туризм. Приличные фирмы и люди с положением срочно открывают свои сайты. Другие англицизмы используемые посвященными. Юзер, хакер, сервер. Из достижений русификации. Электронная почта, имейл, зовется мылом. Обозначение в адресе «эт», а с загнутым хвостом, зовется собакой. То, что я сейчас набираю вот эти вот символы, это вот такая улыбочка. Если ее перевернуть на 90 градусов, то получается такая рожица смешная. 15 февраля о намерении баллотироваться на пост президента Российской Федерации объявляют два наиболее вероятных победителя на выборах. Действующий президент Борис Ельцин и лидер объединенной левой оппозиции Геннадий Зюганов. В России начинается первая настоящая президентская кампания. Зимой соотношение рейтингов Зюганов 34%, Ельцин 20%. В президентском штабе борются два лагеря. Один возглавляет Анатолий Чубайс, другой – Олег Сосковец и Александр Коржаков. Шеф президентской охраны даже озвучивает идею отмены или переноса выборов. Под влиянием либералов из штаба с весны ельцинская кампания ведется по-американски агрессивно. Телеролики «Выбирай сердцем» – косвенное признание умом Ельцина не выберешь. И «Верю, люблю, надеюсь» – про президента плоть от плоти народного. Он часть страны, ее история и судьба. То есть, если придут коммунисты, мне отберут землю, мне отберут корову. Опять же, как помните, было. Ельцин объезжает 26 регионов, раздает льготные кредиты, выделяет комбайны и повышает пенсии. Никаких речей по бумажкам. С пары прозрачных телесуфлеров он читает тексты, как ведущий ток-шоу. Он вообще шоумен. Качается на качелях, разбивает горшки на татарском празднике Сабанфи и пляшет нечто невообразимое. Видимо, рок-н-ролл. Зюганты сделали свой выбор. И хотя Зюганов отвечает до смешного симметрично, тоже пускается в пляс и играет в волейбол, но голоса, отдаваемые коммунистам, ни убавить, ни прибавить. Александру Лебедю в духе изрекаемых им афоризмов сняли серию роликов «Есть такой человек, и ты его знаешь». Генерал теперь ходит в костюмах и босит чуть тише, аккуратно критикуя и власть, и красную оппозицию. В первом туре Ельцин набирает 35%, Зюганов – 32%, Лебедь – 14,5%. Непримиримое противостояние двух лагерей в ближайшем ельцинском окружении между двумя турами президентских выборов 19-20 июня разрешается по сценарию политического триллера. Часть первая – авантюрный детектив и детективная авантюра. Часть вторая – черный ящик принятия непростого решения. Часть третья – торжество победителя. Предъявление трех политических трупов, жертв, к закланию которых давно призывала либеральная общественность. По великому правилу, первый человек – первый секретарь, а второй человек – не второй секретарь, а шофер первого секретаря. Главный ельцинский охранник с зачетом внутренний заем Александр Коржаков превратился во второго человека страны. Очевидное возвышение либералов из избирательного штаба привело бы после победы на выборах к смене президентом своего ближнего круга. Коржаков и другой ельцинский любимец, шеф ФСБ Барсуков, пытаются перехватить инициативу. Вечером 19 июня на выходе из Белого дома с полумиллионом долларов в коробке из-под ксерокса задерживают организатора предвыборных шоу «Голосуй или проиграешь» Сергея Лисовского и помощника Чубайса Аркадия Евстафьева. Из спецвыпусков новостей впервые после Берии страна узнает, что руководство тайной полиции – враги народа, по-современному изменники демократии. Игра ва-банк. Президент еще их таковыми не признавал. Лисовского и Евстафьева наутро отпускают. Около полудня Ельцин объявляет об отставке Коржакова, Барсукова и первого вице-премьера Сосковца. Его торжествующий Чубайс назовет на пресс-конференции «духовным отцом снятых силовиков». Неудивительно, что именно в этот момент для господ Коржакова, Барсукова и их духовного отца, господина Сосковца. Угловой подъезд дома правительства, обращенный к горбатому мостику. Здесь обычно сидят шахтерские пикеты, тоже ждут, что им вынесут денег. Удивительное соединение – святынь нового времени. Они же нечистые силы времени старого. Доллары – иностранная валюта в коробке из-под ксерокса – множительной техники. Вообще, картонка, набитая налом, становится главным российским ноу-хау предвыборных технологий. С 1996 года российские политики выходят с убеждением, что не бывает плохих кандидатов, бывает мало денег. На долларах, как известно, надпись по-английски «Мы верим в Бога». Американцы часто извительно продолжают, но предпочитаем кэш. Добавление по-русски. И голосуем сердцем. Главный анекдот между двумя турами президентских выборов. Председатель Центризбиркома Рябов звонит Ельцину на утро после голосования. Борис Николаевич, у меня две новости. Одна плохая, другая хорошая. Ну, начиная с плохой. Борис Николаевич, Зюганов набрал 52%. И какая же теперь может быть хорошая? Борис Николаевич, вы его опережаете с огромным преимуществом. Во втором туре Ельцин набирает почти 54% голосов. Зюганов – чуть более 40%. Ощущение, что избран новый Ельцин, убрал из своего окружения самодезные фигуры, сделал Лебедя секретарем Совета Безопасности, омрачено непоявлением президента на людях. Инаугурация лишь через месяц с лишним. Ходят слухи. У Ельцина инфаркт. На конец 9 августа он едва стоит на сцене Дворца съездов, и первое выговоренное им слово «клянусь» заставляет содрогнуться. На неприлично короткой церемонии Ельцин произносит 33 слова, из них 6 – это «союз-и». Ясно, что это лучшее состояние, в которое его смогли привезти врачи, и 4 года так не протянешь. Форест Гамб. В главной роли – Том Хэнкс. Поздравляю, ка меня нужно отлить. Он сказал, ему нужно отлить. Бум частного строительства в пригородах. Главные траты обеспеченных людей на родине. Возведение загородного дома, называемого еще особняком или каталом. Коттедж – это тот русский дом, который не построишь без архитектора. Нет понятия стандартный коттедж, у каждого свой проект, но чаще всего получается краснокирпичная готика. Дорогое удовольствие. Цена постройки начинается со 100 тысяч долларов, подмосковные цены – до миллиона и более. Многое зависит от престижности шоссе. По Рублево-Успенскому, с его президентской и премьерской резиденциями, домами еще сталинской знати, строятся самые богатые коттеджные поселки, и рынок близ деревеньки Жуковка – самый дорогой в Европе. Выглядывающие из-за заборов отдельные замки среди деревьев – редкость. Большинство строит коллективно капитализм в чистом поле на малых наделах – по 16 комнат на 15 сотках. Может, это еще связано с медленным формированием богатых кварталов в городах? Ведь здесь-то хозяева домов уверены, что живут среди равных себе. Бывает в поселке общий супермаркет, общая школа для детей, общий бассейн, еще чаще общая охрана. Коттеджи строят для себя и на продажу, и каждый российский экономический кризис увеличивает количество недостроя. То будущий хозяин сначала размахнулся, а потом разорился, то разорилась целая прослойка, и строительная фирма оставляет без отделки кирпичные коробки с полиэтиленом в окнах. До лучших времен, пока у потенциальных покупателей не нарастет снова жирок. Из стран Балтии лишь в Литве титульная нация составляет абсолютное большинство населения. Поэтому там по нулевому варианту гражданство получают все, проживавшие в республике на момент обретения независимости. В Латвии и Эстонии русскоязычное примерно половина населения. В 1996 году латвийский сейм принимает в первом чтении закон, предписывающий преподавать в русских школах на латышском языке. В Эстонии власти устанавливают срок действия советских паспортов, по истечении которого не собираются выдавать вид на жительство 400 тысячам русских. Россия взывает к мировому общественному мнению и грозится ввести экономические санкции. Проблемы русскоязычного населения в странах Балтии, такова официальная формулировка, обеспокоены в Совете Европы и в ведомстве комиссара ООН по делам беженцев. Полнаселения Латвии и Эстонии живут на птичьих правах, не могут состоять на государственной службе, продавать и покупать недвижимость, голосовать на выборах. Эстония отчасти идет на попятную и предоставляет вид на жительство всем желающим оккупантам. Латвия не уступает, продолжая закрывать русские школы. При этом сами русские из Балтии уезжать не хотят. Лучше быть человеком второго сорта на чужбине, чем беженцем на родине. Новая персонификация понятия «русский капиталист». За 96-й год Владимир Брынцалов и Владимир Довгань, двое выходцев, даже выскочек из среды новых русских, приобретают, даже покупают себе всенародную известность. Брынцалов выставлял свою кандидатуру на президентских выборах. При минимуме затрат гигантская рекламная кампания, владельца концерна «Феррейн», а значит и выпускаемое им лекарство и водку, узнала вся страна. Брынцалов – это роскошь на показ, никаких секретов. 52-комнатный дворец с бассейном, золотой трон, коллекция лимузинов, недвижимость в США, Швейцарии и Франции, 300 человек охраны. Брынцалову приписывают 2 миллиарда долларов, как у Тернера. Сам он больше всего гордится новой женой, ровесницей дочери от первого брака. Президент и Брынцалов не проходит, а в Думу легко. После провалов проектов «Дока пицца» и «Дока хлеб», Владимир Довгань тоже становится публичным бизнесменом, занявшись водкой. Он размещает свое изображение на этикетках, как гарантию от подделки. Бизнес расширяется, и вскоре Довгань головой ручается за макароны, масло, пельмени, колбасу, кетчуп, чай, шоколад, к производству самой продукции не имея никакого отношения. Первый случай агрессивного продвижения отечественной торговой марки. Причем рекламируется не товар, а лишь подкупающее лицо человека, не способного на обман. Специалисты утверждают, сам Довгань, как бизнесмен, не стоит ничего, но его раскрученная наружность – это десятки миллионов долларов. По названию и сути – космополитичная группа из российских парнишек. Новые кумиры-школьницы. Открытие отечественного шоу-бизнеса 96. «Иванушки Интернешнл». Иванушек зовут Игорь, Андрей и Кирилл. Их крестный отец, продюсер Игорь Матвиенко, успех просчитал точно. Герои на все вкусы. Один – маленький и хрупкий, другой – рыжий и озорной, третий – атлет с рельефным торсом. Одеты в модный унисекс, вроде не для сцены, а для улицы. Новое качество попсы – по мелодиям и аранжировкам, по имиджу и съемкам клипов в вечном формате мальчиковой группы. Кукла Маша, кукла Даша, двойственные дети стали старше. Кукла Маша, кукла Даша, Оказывается, победа, с которой российских солдат поздравлял прилетавший в мае в Чечню президент Ельцин, еще не конец войне. 6 августа чеченские формирования начинают штурм Грозного, контролируемого федеральными силами. Одновременно боевые действия ведутся в Гудермесе и Аргуне. В ночь с 30 на 31 августа в Хасавюрте секретарь Совета Безопасности России Лебедь и начальник чеченского штаба Масхадов подписывают соглашение. Российские войска выводятся из Чечни. Никто не тешил себя иллюзией, будто ставленник Москвы Доку Завгаев, настоящий лидер Чечни. Даже Ельцин, встречаясь с Яндарбиевым, признавал тем самым власть дудаевцев. Но казалось, что федеральные силы свои позиции удерживают прочно. Грозный пал после нескольких дней боев. Генералы грозят чеченцам применением тяжелой артиллерии и боевой авиации, но инициативу перехватывает Александр Лебедь. Секретарь Совета Безопасности, получив полномочия от президента, подписывает соглашение о прекращении огня, а затем о выводе российских войск и об отсрочке решения о статусе Чечни на 5 лет. На вопрос «это капитуляция России?» Лебедь отвечает, что в такой войне не может быть ни победителей, ни побежденных. Хотя ясно, всю власть в Чечне приходится вернуть наследникам Дудаева. Завгаева Москва анекдотично отправляет российским послом Танзанию. После президентских выборов средства массовой информации снимают табу с темы здоровья Ельцина и наперебой публикуют диагнозы, поставленные на основе телетрансляций. Пока Кремль отмалчивается или вяло опровергает самые громкие публикации, президенту делают коронарографию. Необходима операция. 5 сентября в телеинтервью о ней сообщает сам Ельцин. Или операция, или такая пассивная, так сказать, работа. Но пассивная работа меня не устраивала никогда. Из последующих комментариев страна узнает, что такое аортокоронарное шунтирование. И что эту операцию уже делали премьеру Черномырдину, а у него жизненных сил хоть отбавляй. Оперировать Ельцина будет тот же хирург Ренат Акчурин, а для консультации приглашен американский профессор Майкл Дебейки. Успевает даже появиться черный юмор про неподходящие фамилии Добейка и Акачурин. Вместо конца сентября из-за плохого общего состояния пациента операцию проведут лишь 5 ноября. Кардиологический научный центр близ Рублево-Успенского шоссе, которое ведет к Ельцинской даче. То, что Ельцин сам и прямо сказал про будущую операцию, это может быть третий после Октябрьского пленума 87-го года и танка 19 августа 91-го, третий из его поступков, которые так расположили к Ельцину население страны. Ельцин поступит сюда рано-рано утром 5 ноября. На третьем этаже, здоровается с каждым из членов врачебной бригады, ему подадут указ о передаче президентских полномочий Черномырдину. Ельцин от руки вписывает в него слово «временно». Через сутки, как только отойдет действие наркоза, первое, что потребует Ельцин – указ. Он вернет себе президентские полномочия и обретет законченность. История про жажду жизни, как жажду власти. Через две недели после операции страна видит Ельцина на первой прогулке в сопровождении жены, дочери и внучки. Обрадованный Дебеке даже обещает, что президент России через три месяца сможет выйти на теннисный корт. В день милиции 10 ноября 1996 года в Москве самое громкое групповое убийство. От взрыва на Котляковском кладбище погибает 14 человек, 20 получают ранения. Даже во времена, когда все твердят, что всюду творится полный беспредел, обстоятельства взрыва на Котляковском повергают в шок. Два года назад из Российского фонда инвалидов войны в Афганистане уволили председателя, полковника Валерия Радчикова, обвиненного в утаивании 60 миллионов долларов. Фонд пользовался беспрецедентными коммерческими льготами. Новый председатель Михаил Лиходей был убит через 10 дней. Во вторую годовщину убийства на могилу Лиходея пришли родные и соратники. Радиоуправляемая взрывчатка была заложена под столиком у могилы. В организации изуверской расправы будут подозревать, разумеется, Радчикова. Двум ветеранам-афганцам предъявят обвинение в исполнении убийства. Но эта версия рассыплется в суде. В 1996 году стартует первый совместный проект российского автозавода и лидера мирового автомобилестроения корпорации General Motors. В Елабуге отверточной сборкой выпускают Chevrolet Blazer. Машины прибывают из-за океана уже на ходу. И работа на елабужском автозаводе похожа на предпродажную подготовку. Ставят сиденья, бамперы, фары, эмблемы, маркируют кузов. И получается автомобиль, произведенный в России. Такое закручивание гаек на месте фактически беспошлиный импорт. Делает джип в два раза дешевле. Chevrolet Blazer местной выпечки стоит 23 тысячи долларов. Американский — 45-50. Правда, начинка сильно отличается. У одного из самых роскошных внедорожников в русской версии только задний привод, двигатель всего 106 лошадиных сил, ручная коробка передач, нет кондиционера и электростеклоподъемников. Сегодня погибла последняя муха Грозофила. Управление делами президента проводит реконструкцию Кремля. До тех пор можно было лишь по отдельным проявлениям судить о том, как власть понимает себя, свое происхождение и назначение, свой образ и стиль правления. Кремль как резиденция президента явил новую державность воочию и цельно. Гармоническое слияние художественного и политического новодела. Власть первого президента произошла одновременно от царей и от генеральных секретарей. Величие нового Кремля соединило Александра Третьего, обком первой категории и отель «Пять звезд люкс». Дети сурового времени, воспитанные на примерах недостижимой красоты ГДРовских габелленов и румынской мебели, заказали имперский евроремонт в фирме албанского беженца. Наша страна вот почему поклоняется. Вот это культура России. 800 с небольшим миллионов долларов, и теперь в Кремле есть и Матвей Казаков, и Константин Тон, и все, чего не хватало. Почти что метро, как в городе-миллионере, суперлифт, будто спускаться к портье, зимний сад, как у элитных риэлторов, но с коллекцией минералов «Уральская рябинушка». Президент может давать телеинтервью в шикарном будуаре с зеркалами, в круглых золоченых рамах, на стенах, обитых шелком. И два бывших кандидата в члены Политбюро могут постоять под государем Николаем Палычем в обтягивающих лосинах. Но ничто не сравнится с новой формой кремлевского караула. Это славянофил Аксаков одевался в до того народно-историческом стиле, что сам русский народ принимал его на улице за перса. Самая громкая театральная премьера 96 – «Трехгрошовая опера в Сатириконе». Постановку считают первым в России спектаклем, созданным по законам шоу-бизнеса. Пьеса Брехта в постановке Владимира Машкова – энергичный мюзикл с огнями, машинерией и световыми эффектами. Звезды шоу – Николай Фоменко и Константин Райкин. Джимми Второй, беспардонный человек. Работник неплохой, приносит доход, но бесстыж, прямо из-под задниц. Просто не вытаскивает удам из высшего общества. Выдажим аванс. Выдажим аванс. Молодец! Постановка оперы «Нищих» – самая дорогая в истории отечественного театра. Полмиллиона долларов. 96-й подтверждает дурную репутацию високосных годов. Начавшись с кизлярской трагедии в Дагестане, он завершается похожим преступлением на другом конце света – в Перу. 17 декабря террористы организации «Революционное движение» имени Тупака Амару в перуанской столице Лиме захватывают здание посольства Японии. И в нем свыше 500 заложников. Посольство Японии было выбрано не случайно. Президент Перу Альберто Фухимори – этнический японец. И на прием по случаю дня рождения императора пришло много высоких гостей. Террористы требуют освобождения из тюрем своих товарищей. Власти вступают в переговоры. Противостояние длится более четырех месяцев. Выбрав момент, когда террористы явно утратили бдительность, играя в саду в футбол, перуанские войска берут посольство штурмом. Все террористы убиты, погибли двое солдат и один заложник. Облаченный в бронежилет президент Фухимори первым поздравляет освобожденных. Операцию в прямом эфире транслировали японские телекомпании. Их съемочные группы жили у самого посольства все четыре месяца. В 1996 году человечество узнает испанское имя Макарена. Танцевальная песенка – мелодия года. Весь мир виляет бедрами и машет руками во все стороны. Так хорошо. Провинциальная песенка безвестных ветеранов фламенко, дуэта «Лос Дальрио» Макарена попала в США и переработанная в поп-версию мгновенно раскрутилась до вселенского хита. В Барселоне для Книги рекордов Гиннесса Макарену одновременно танцуют 400 тысяч человек. Это была 36-я серия проекта «Намедние. Наша эра». Следующая серия – 97-й год. Министр Ковалев в бане, Тамагочи, 850 лет в Москве, разбилась принцесса Диана, Волги вместо иномарок, Тайсон откусил ухо, секвестр бюджета, телеканал «Культура», бунт вкладчиков в Албании, «Русское радио. Днем с огнем, вечером разогнем. Азиатский финансовый кризис». До следующей серии и следующего года. Счастливо. «Русское радио. Днем с огнем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Русское радио. Днем с огнем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова